МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире панельная дискуссия по правам коренных народов в прост-конфликтных ситуациях и мирных переговорах, соглашениях и конвенциях. Группа Конгресса США по армянским вопросам требует привлечь Баку к ответственности на саммите НАТО. В последние месяцы Баку начал в первую очередь разрушение оккупированного Степанакерта. После 2020 года Турция устами Баку требует изменить конституцию Восточной Армении в Аружан-Герамян. 33 песни на арцарском диалекте, которые никогда не исполнялись. На Международной научной олимпиаде полфизики сборная Восточной Армении завоевала 8 медалей. Панельная дискуссия по правам коренных народов в пост-конфликтных ситуациях и мирных переговорах, соглашениях и конвенциях. Господин президент, позвольте поблагодарить вас за организацию этого обсуждения. Так начал свое выступление председатель Национального Совета Республики Западной Армении Армейна Кабрамян на проходящем в Женеве 17 заседании экспертного механизма по правам коренных народов. Отметив, после Первой мировой войны в соответствии с Северским договором 1920 года, подписанными применяемыми союзными и объединенными силами, Турция в результате геноцида в отношении коренных армян в Западной Армении признает армянское государство и его суверенитет. Арбитражное решение было подписано президентом США 22 ноября 1920 года. Продолжая свое выступление, Армейна Кабрамян подчеркнул, с 1921 года Западной Армении, как коренное государство, продолжает оккупироваться со стороны Турции и Баку, как и Северный Кипр с 1974 года. На основании этого международного мирного договора, подписанного 19-ми союзными и объединенными державами, Сенат США по просьбе Верховного Совета поручил 28-му президенту США Будро Вильсону провести арбитраж по делимитации границы между Западной Арменией и Турцией. Подчеркнуто, на вопрос, стремятся ли все коренные народы стать нациями, государств коренных народов, можно ответить следующим образом. Коренные народы стали нацией благодаря признанию своего государства и отстаивают этот статус. Коренные народы проживают в том государстве, где признают их права на основе декларации ООН и других правовых актов. Коренные народы хотят стать нацией, получив признание своего государства. По словам Армена Кабраамяна, ситуация должна быть принята во внимание Организации Объединенных Наций на основе соответствующих правовых документов для пересмотра их прав. Создание комиссии, дополняющей экспертный механизм по этим вопросам, станет продолжением декларации прав коренных народов в рамках процесса реализации этих прав. Армянский национальный комитет Америки приветствует совместное заявление сопредседателей армянской группы Конгресса Фрэнка Полония, Гасса Балира Киса, Адама Шифа и Дэвида Валадау, где содержится призыв к администрации Байдена привлечь Баку к ответственности за этнические чистки в Арцахе, способствовать возвращению армян в Арцах и поддерживать суверенитет Восточной Армении в условиях продолжающейся агрессии со стороны Баку. Комментируя инициативу конгрессменам, исполнительный директор Вашингтонской офиса Айдад Америки Арам Амбарян отметил, что наше сообщество, партнеры по коалиции и союзники в Конгрессе едины в том, чтобы привлечь Баку к ответственности за его военные преступления от этнической чистки Алиевом в Арцахе и разрушения христианских святынь до продолжающейся оккупации территории Восточной Армении. Также незаконного задержания и жесткого обращения с армянскими пленными. Заявление Армянского комитета Конгресса, приуроченное к открытию саммита НАТО на этой неделе в Вашингтоне, призывает администрацию Байдена обеспечить, чтобы Баку столкнулся с последствиями своих действий и не поощрялся к военным преступлениям. Нарушение прав человека и этнической чистки более 120 тысяч армян Арцаха. Администрация Байдена должна гарантировать, что Баку соблюдает международные законы, включая возвращение армянских военнопленных в защиту объектов культурного наследия и право армян Арцаха вернуться в свои дома под международными гарантиями. В оккупированном Степанакерте последние несколько месяцев Баку разрушает целые районы города. Это заметно в окрестностях Государственного университета Арцаха. Многоэтажные и собственные дома снесены, здание университета перестроено и преобразовано. Об этом сообщает независимая академическая платформа мониторинг культурного наследия Арцаха. Отмечается тенденция к изменению внешнего облика города, комплексной застройки комплексов, что осуществляется путем проведения масштабных разрушений в разных частях города. Частная собственность депортированных из Степанакерта граждан сносится вместе со всем их имуществом. Чтобы оправдать столь масштабные сносы, пропагандистская машина Баку недавно сняла обширное видео, основная тема которого то, что бывший азербайджанский Хенкедди якобы был разрушен армянами в советские годы. И сделает архитектор Александр Таманян, которому было поручено разработать новый план города, в котором намеренно было разрушено множество мечетей и домов. Наконец пришло время вернуть городу его первоначальный вид и восстановить историю. В этом видео примечательно также, что враг отрицает собственного президента, который впервые, посетив оккупированный Степанакер, заявил, что он построен архитекторами Баку. В то же время некоторые здания, построенные в советское время и в годы независимости Арцаха, представлены как недавно реконструированные по прямому указанию Ильхама Алиева. Платформа отмечает, начиная с 2020 года, административные и учебные здания, построенные в годы независимости Арцаха, представляются как новые в оккупированных населенных пунктах Арцаха. Таким образом, в городе Шуши были быстро восстановлены верхняя мечеть и мечеть Саатлы, отремонтированные властями республики Арцах. Таким образом, можно констатировать, за последние месяцы Баку в первую очередь начал разрушение оккупированного Степанакерта, изменяя имидж города. Зачастую представляют здания, комплексы, как построенные ими давно, которые были построены властями Арцаха ранее. Тюрколог Баружан Герман сделал запись, отметив, Конституция Армении и основанная на ней декларация независимости с момента ее принятия были одной из целей Турции. Как в 1990-х, так и в 2000-х годах турецкая сторона по разным поводам и в основном на неофициальном уровне затрагивала Конституцию Восточной Армении. После 2020 года Турция уже официально устами Баку требует изменения Конституции, так как увидела возможность этого. Сегодня такое требование является еще одним условием принуждениям среди многих других принуждений, призванных не усыновить мир, а ослабить армянское государство. Конституция содержит положения, которые превращают наше государство в геополитическую единицу с четкими политическими национальными принципами, а не в провинцию, зависимую от Турции. Следовательно, нужно ударить и поэтому, как бьют по диаспоре армии системе образования героям, совершенным против армян геноциду и по другим факторам. Наши враги ни на что не нацеливаются случайно. Они бьют по самым важным основам нашего государства, подчеркнул вооружан Герамян. Художественный руководитель ансамбля традиционной песни и танца Нубар Люсине Назарян в беседе Саравот АМ отметила, в 2023 году до падения Арцаха для радиопередачи было подготовлено и исполнено 10 арцахских песен. Спустя время пришли к решению, что можно составить полную программу арцахских песен, не ограничиваясь 10 песнями. Занялись поисками музыковедов, которые занимались сбором фольклора в Арцахе. Оказалось, что в архиве Института искусств есть немало материалов. В результате мы получили 33 песни на арцахском диалекте, среди которых есть те, которые никогда не исполнялись. Также танцевальные композиции, которые не исполнялись и хранятся в архиве Национальной Академии Наук. Отметим, ансамбль традиционной песни и танцевой Нубар был создан с целью выявления развития и представления армянских национальных традиционных песен и танцев общественности. С различными концертными программами ансамбль участвовал в фестивалях в Восточной Армении и за рубежом. Выступал с сольными концертами, представляя варианты песен из разных и тегографических сон исторической Армении. В основном певческую культуру районам Амшена, Карно и Чемшка-Цака. При участии группы был снят фильм-концерт песен-история Камраванка на основе фольклорных работ, проведенных в селе Кармраванг Хызлкелиса. На Международной научной олимпиаде по физике сборная в Восточной Армении завоевала две серебряные и шесть бронзовых медалей. Научная олимпиада прошла в Хантаматийске. Серебряной медали удостоились ученик физико-математической школы Арсен Агаян и ученик старшей школы Национального политехнического университета Армении Артем Гаспарян. В розовой медали удостоились Армен Газадзян, Нарек Мовсисян, Арсен Асатрян, Нарек Галстян, Сымбат Погосян, Егор Арсратян. В олимпиаде приняли участие 108 учеников из 19 стран. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!